Водоем был вырод более 30 лет назад и до недавнего времени был излюбленным и более или менее ухоженным местом отдыха. По загорать у любимого карьера, а тем более искупаться дачникам в ближайшее время вряд ли удастся. Теперь это небезопасно для жизни и здоровья. Огромная гора строительных отходов захватила и берег, и сам карьер. Прямо в воду свалена глина, резина, металлическая арматура, пластик, куски асфальта и бетона. Теперь берег больше напоминает раздрастающуюся помойку. Здесь, значит, отдыхают люди по выходным, купаются дети. И эти люди привозят мусор сюда. Мусор, здесь еще радиация, может отрава, может заразу всю, а потом скажут, дети болеют, от чего. Мусор сюда привозят многотонными грузовиками. Откуда взяты эти строительные отходы и насколько они безопасны, жителям остается только гадать. Его происхождение мне, например, неизвестно. Он может быть судом из КАЭС вывезен, может быть с какого-то могильника. Понимаете? Выяснять я, конечно, это не буду, но здесь я вижу перед собой строительный мусор. Участок земли, на котором располагается карьер, входит в городскую черту и не имеет никакого отношения ни к одному из дачных кооперативов. Однако председатель садоводческого товарищества Тверское, которое расположилось на левом берегу водоема, видимо, с таким раскладом вещей не согласен. Именно с его легкой хозяйской подачей, как утверждают люди, и были привезены строительные отходы. Якобы с целью облагородить размытый ежегодными паводками берег. Они ссылаются на то, что потом разровняют и будут собирать бутылочки, целлофаны и т.д. и т.п. Этим погоды не сделаешь. Так же люди будут кидать, они так же будут собирать, продолжать. Местные жители не против того, чтобы облагородить любимое место отдыха и даже засыпать размытую часть, но только если это будет делаться по закону и технологии с использованием специального грунта, а не строительных отходов неизвестного происхождения. А дело это более емко и дорогостоящее. Так, в благородство действий председателя кооператива Тверской дачники не верят. Более того, уверена, что это затея не более чем глупая отговорка. По их мнению, у руководителя товарищества на этот клочок земли свои личные планы. Слышала я, что лично он будет тут делать мастерскую, площадку и будет ремонтировать машины. Вот это что я слышала. Никаких разрешений на сброс мусора жителям никто не показывал. Для подобного рода действий необходим весьма внушительный список согласований от заинтересованных структур. А главное, немало усилий и времени, чтобы их получить. Мы предоставили возможность председателю кооператива Тверской разъяснить ситуацию. Однако он от каких-либо комментариев отказался. Валерия Королева, Станислав Конышев, РЕН-ТВ «Пилот». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова